Человека всегда привлекало все таинственное, и загадки морей и океанов не исключение. Знаменитый летучий голландец и истории о нем, фильмы и даже плавучие рестораны с таким же названием появились не на пустом месте. В этом выпуске мы узнаем с вами тайны пяти кораблей, которые были удостоены звания призраков. Но перед тем, как мы приступим к призрачной подборке, не забудьте подписаться на канал, так вы будете видеть подобный контент чаще. Мария Целеста Это была бригантина, построенная в Новой Шотландии, что в Канаде. В 1861 году первоначально судно носило название Амазон, но позже было переименовано в Мэри Селесте, когда в 1869 году его приобрел американский бизнесмен Бенджамин Брикс. 5 ноября 1872 года Мария Целеста отплыла из Нью-Йорка, направляясь в Геную, Италия, с грузом динатурированного спирта для технических целей. Кораблем командовал капитан Брикс, и на борту также находилась его жена и дочь, а также экипаж из семи человек. Месяц спустя, 4 декабря 1872 года, Деиграция, другое судно, также направлявшееся в Геную, наткнулась на Марию Целесту, дрифовавшую в Атлантическом океане. Корабль все еще был под парусами, но на борту никого не было. Команда поднялась на борт Марии Целесты и обнаружила, что судно находится в хорошем состоянии. Груз все еще находился на борту. Судовые документы были в порядке, и не было никаких признаков какой-либо борьбы или вторжения на корабль. Только вот экипажа нигде не было. Позже Мари Целеста была отбуксирована в Гибралтар, где было проведено расследование, чтобы выяснить, что случилось с экипажем. Тогда эксперты сделали вывод, что экипаж покинул судно из-за какой-то неизвестной чрезвычайной ситуации. Исчезновение экипажа Марии Целесты по сей день остается загадкой. Было выдвинуто множество теорий, объясняющих произошедшее. Некоторые из теорий включают в себя как пиратство, так и сверхъестественные объяснения, среди которых попадание в Бермудский треугольник, но ни одна из этих теорий не была доказана. Гипотезу о произошедшем выдвинул и родственник капитана Брикса, Коп. По его мнению, причина трагедии заключалась в негерметичности бочек со спиртом. Спирт медленно испарялся из бочек. Его пары смешивались с воздухом в замкнутом пространстве трюмов, образуя взрывоопасную смесь. 24 декабря 1872 года произошел взрыв этой смеси в кормовом трюме Бригантины. Мощность взрыва была небольшой, и деревянные люковые крышки остались на месте. Брикс приказал проверить трюм, для чего матросы сняли крышки. Несколько позже аналогичный, но более сильный взрыв произошел в носовом трюме. В этом случае взрывная волна опрокинула крышки люков. Капитан дал указание покинуть судно на время, что объясняет тот факт, что одной из спасательных шлюпок не было найдено. Но в конечном итоге судно с невероятной скорости отмело в одну сторону, а шлюпку в другую. Существует также версия о страховом мошенничестве. Якобы экипаж судна намеренно покинул его, предварительно искусственно создав неполадки, чтобы получить выплату от страховой компании. Только вот судьба сыграла с ними злую шутку, и ни один из пассажиров не смог добраться до берега, потонув в воде. Позже с Марией Целестой снова пытались провернуть похожий трюк. Само судно эксплуатировалось еще в течение 12 лет. А когда его капитаном стал Гилмар Паркер, корабль налетел на рифы у берегов Гаити. Позже стало известно, что это было подстроено капитаном специально с целью получить выплаты от страховой. Пытались нажиться на корабле-призраке и другими способами. В некоторой американской прессе появились сообщения о якобы выживших членах экипажа судна. Таких самозванцев было по меньшей мере пятеро. Но всех их быстро разоблачили, поскольку ни один из них не смог предоставить адекватные подробности с места событий. Тайна Марии Целесты захватила воображение людей по всему миру и вдохновила на создание многочисленных книг, фильмов и телешоу. В 2020 году вышел фильм «Призраки Марии Целесты». Также о судне упоминалось в сериале «Доктор Кто» 32 серии второго сезона и в фильме «Бермудский треугольник» 2001 года. Там главный герой – журналист Аарон пишет статью о Марии Целесте. Летучий голландец – это легендарный корабль-призрак, который, как говорят, бродит по морям у берегов Африки, в частности у мыса Доброй Надежды. Согласно легенде, летучий голландец был голландским торговым судном, которым командовал капитан Хендрик Вандердекен. Судно направлялось из Нидерландов в Ост-Индию, когда столкнулось с сильным штормом близ того самого мыса. Несмотря на усилия экипажа, судно не смогло ориентироваться во время шторма, и в конце концов оно застерялось в море. Говорят, что капитан Вандердекен в своей решимости завершить путешествие заключил договор с дьяволом, поклявшись обогнуть мыс Доброй Надежды, даже если это означало плыть вечно. На борту было несколько недовольных пассажиров, которые хотели переждать шторм в безопасном месте, но капитану эта идея настолько не понравилась, что он попросту убрал всех недовольных с помощью оружия. Считается, что именно в этот момент Вандердекен накликал проклятие на свое судно. В результате корабля его команда были обречены на вечное плавание по морям, потеряв навсегда возможность зайти в порт. На протяжении многих лет моряки утверждали, что видели летучего голландца, который передает послания, чаще всего не самые хорошие. Увидеть пропавший корабль нередко означало, что беды не миновать. Некоторые люди сообщали, что видели корабль, плывущий с изодранными парусами, в то время как другие говорили, что слышали звуки призрачных голосов или видели призрачную команду на палубе. При этом существует и научное объяснение увиденному. Один из вариантов явления Фата Маргана – мираж, присущий воде. Другой вариант – огни Святого Эльма. Оптическое явление в атмосфере, выглядящее как тихие разряды в форме светящихся пучков или кисточек, возникающие на острых концах высоко расположенных предметов, при очень большой напряженности электрического поля в атмосфере. Наблюдение за ними во время грозы считалось добрым предзнаменованием для моряков. Легенда о летучем голландце вдохновила на создание многочисленных произведений искусства, включая живопись, литературу и музыку. Самое известное литературное упоминание о летучем голландце содержится в одноименной опере Рихарда Вагнера, в которой рассказывается о проклятом корабле и его капитане. Октавиус. Корабль был построен в 1761 году в Англии и первоначально был торговым судном, курсировавшим между Англией и Дальним Востоком. В последний раз Октавиус видели в 1762 году, когда он возвращался из путешествия в Китай. Корабль был замечен у берегов Гренландии, но он исчез во льдах Арктики и его не видели больше 10 лет. Описываемые в истории события корабля разворачиваются в XVIII веке, когда судоходные компании активно искали короткий путь между Атлантикой и Тихим океаном, который был способен сократить сроки доставки грузов из Азии в Европу. И маршрут, через который можно было проделать такой путь и преодолеть Северный Ледовитый океан, лежал через так называемый проклятый путь, он же Северо-Западный морской путь. Существует версия, что первым кораблем, который проходил через этот маршрут, как раз и стал Октавиус. В 1775 году китобойное судно Геральт обнаружило Октавиус, дрейфующий во льдах Арктики. Причем, когда капитан взглянул на судно из подзорной трубы, ему показалось, словно корабль стеклянный. Капитан и его команда решили направиться к Октавиусу и проверить, что там происходит. Тем более, что на сигналы корабль Геральту не отвечал. Когда команда подплыла ближе, оказалось, что обволакивает его вовсе не стекло, а лед. Корабль был найден со всеми поднятыми парусами, как будто он плыл в обычном режиме. А на борту обнаружили замерзшее тело капитана и тела пассажиров, которые словно спали безмятежным сном. Матросы, нашедшие судно, терялись в догадках, что могло произойти. Выглядело все так, словно на корабль и его пассажиров наложили ледяные чары и погрузили их всех в сон. Подвергла в шок матросов страница из судового журнала, датированная 1762 годом. А это значит, что корабль так плавает уже 13 лет. Матросы покинули судно, став последними людьми, которые когда-либо его видели. Когда в эти места прибыл другой корабль с целью отбуксировать Октавиус, найти его не удалось. Кэрол А. Диринг. Это была пятимачтовая шхуна, построена в 1919 году в штате Мэн, США. В августе 1920 года судно вышло из Норфолка, штат Виргиния, направляясь в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 28 января 1921 года Кэрол А. Диринг был замечен у берегов Северной Каролины и стало ясно, что что-то не так. Корабль был найден брошенным и дрейфующим по течению, без каких-либо признаков экипажа. Паруса были подняты, спасательные шлюпки отсутствовали, а судовой журнал и навигационное оборудование исчезли. Для расследования инцидента была вызвана береговая охрана США, и они обнаружили свидетельство борьбы на борту судна. Однако тел на борту не было, и никто точно не знает, что случилось с экипажем. На протяжении многих лет выдвигалось множество теорий, объясняющих исчезновение экипажа Кэрол А. Диринга. Некоторые предположили, что команда взбунтовалась и угнала корабль, в то время как другие полагают, что корабль подвергся нападению пиратов. В 1921 году один из рыбаков принес в полицию найденную им бутылку с запиской, которая гласила, что экипаж взят в плен пиратами. При сравнении почерков выяснилось, что письмо, возможно, было написано судовым механиком Генри Бейтсон. Следователи обратили внимание на призыв уведомить о случившемся владельцев корабля. Но более тщательный анализ письма выявил, что письмо является фальшивкой и написано самим Кристофером Греем, тем самым рыбаком. В конце 1922 года расследование было прекращено без вынесения какого-либо официального заключения, хотя всерьез рассматривались версии урагана, пиратства, багамской контрабанды и мятежа. Но ни одна из них не была доказана. Бейчимо. Это самый известный корабль-призрак, обитающий у берегов Аляски. Он был оставлен экипажем в 1931 году после того, как застрял во льдах, а затем он таинственным образом исчез. Это грузовое судно с остальным корпусом, спущенное на воду в 1914 году в Швеции. Оно использовалось для торговли и китобойного промысла в Арктике, а во время Первой мировой войны использовалось для транспортировки припасов для канадского правительства. В 1931 году, когда Бейчимо находился в торговой миссии, он застрял во льдах у северного побережья Аляски. Экипаж был вынужден покинуть корабль, но перед отплытием они вывезли столько ценного груза, сколько смогли. Полагалось, что когда будет оттепель на судно, можно будет вернуться. Но когда экипаж вернулся, корабля уже не обнаружили. Судно было замечено чуть позже, оказалось, что корабль зажат льдами и находится относительно недалеко от лагеря. Но когда владельцы судна добрались до него, они решили, что оно было слишком повреждено и продолжать свой путь на нем будет опасно. Несмотря на то, что Бейчимо был заброшен, он оставался на плаву и в последующие годы его видели бесцельно дрейфующим. Почти никому не удавалось его захватить, а если удавалось позже, оно все равно уплывало снова. Последнее подтвержденное наблюдение Бейчимо было в 1969 году, почти через 40 лет после того, как оно было заброшено. В то время его видели плавающим недалеко от побережья Аляски, но никто точно не знает, что случилось с кораблем после этого. Друзья, это была пятерка, пожалуй, самых известных кораблей-призраков. Не забывайте, что у нас есть второй канал о зарубежном образовании, Смапс Эдюкейшн, где мы рассказываем об учебе за границей, возможностях иммиграции и карьеры. И, конечно, не забывайте подписываться, чтобы видеть уведомления о выходе новых роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова